Лекция по Бхагавадгите, глава 4, текст 12, прочитанная его божественной милостью Ачебхактивидантой Свами Прабхупадой, 1 апреля 1974 года в Бомбее, Индия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Стремящиеся к кармической деятельности к совершенству почитают, совершая жертвоприношение. Здесь, в материальном мире, полубогов очень быстро и, конечно же, в человеческом обществе. В этом мире успех появляется. Порожденный кармической деятельностью Перевод Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Так, вчера вечером мы обсуждали... Каждый ищет абсолютную истину по-разному. Поклонение полубогам тоже в каком-то смысле является поиском абсолютной истины, верховной личности Бога. Поэтому веды также рекомендуют поклоняться полубогам. Упасана Канда Веды делятся на три раздела Канды Карма Канда, Гьяна Канда, Упасана Канда По этой причине Веды называют Траи Об этом сказано в Ведах Стри, Шудра и Двиджабанду Двиджабанду значит, рожденный в семье Брама на кшатре ревальщи но главным образом это тот, кто родился в семье Брамана однако не обладает качествами Брамана или кшатрия В наше время много таких примеров Все называют себя Браманами, кшатриями, ващими но не имеют должных качеств Качества Брамана перечислены в Бхагавадгите Там также приводится качество кшатрия Про ващих говорится следующее Ващим предписано заниматься сельским хозяйством защищать коров доставлять излишки зерна туда где в нем есть потребность и обменивать его на товар Про Шудр тоже говорится так Шудра — это тот, кто довольствует служением другому Иногда Шудру сравнивают с собакой, которая довольна тем, что у нее есть хороший хозяин Ей больше ничего не нужно Гуна Карма Вибхагаша о браманах, кшатриях, ващих расскажет следующий стих Ради достижения успеха в определенных обязанностях люди поклоняются полубогам Об этом сказано здесь Полубоги — тоже живые существа А все живые существа — неотъемлемые части Кришны Это относится и к полубогам, и к нам Разницы нет Мы все неотъемлемые части Кришны Но полубоги — более удачливые ибо получили пост Чандры, Сурьи, Индры, Брамы Брама — тоже живое существо Поэтому люди всегда поклонялись полубогам, чтобы обрести успех в своей материальной деятельности Бхагавадхита объясняет, что поклонение полубогам — это тоже поклонение Господу Но Авидхи Пурвакам — это не Авидхи Авидхи — это поклонение Верховной Личности Бога Иногда чтобы добиться аудиенции важного чиновника Нам приходится чем-то вознаграждать секретаря И точно так же люди поклоняются полубогам, чтобы очень быстро получить плоды У полубогов мы можем попросить любых благ и вознаграждений Об этом будет говориться в следующей главе Итак, поклонение полубогам может быстро принести желанные плоды Но антават тут палам тэшам Эти плоды ограничены антават Однако Бхакти ничем не ограничены Бхакти безграничены Но люди вместо того, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога люди невысокого разума поклоняются полубогам Поэтому людям интереснее поклоняться полубогам, чем Кришне Особенно это можно наблюдать в Индии Здесь много почитателей полубогов Они не преданные Можно быть преданным только Верховной Личности Бога Те, кто поклоняются полубогам, не являются преданными Их интересуют лишь дары от полубогов Не более того Но Бхакти не такое Бхакти не желают никаких наград от Верховной Личности Бога В этом разница между Бхакти и поклонением полубогам Например, обучая нас Бхакти, Чайтани Махапрабху говорит Мой Господь, я не прошу у Тебя богатств Красивую жену Или многочисленных последователей Это материальные плоды Чайтани Махапрабху говорит Я ничего этого не хочу Таково желание преданного Он не хочет даже освобождения Он стремится служить лотосным стопам Господа Жизнь за жизнью Как правило, полубогам поклоняются те, кого привлекает кармическая деятельность Кармакандия Но Витарага Бхайакродха В тех, кто потерял интерес к материальному счастью Просыпается привязанность к Кришне Об этом уже говорилось Теперь нам нужно сделать выбор Поклоняться полубогам Ради приходящей выгоды Либо поклоняться Кришне Ради вечного блага Выбирать нам Но обычно Люди останавливают свой выбор На приходящем К Шипрангхи Манушелуке Сидгир Бхавати Далее будет говориться О том, что временные плоды Могут казаться привлекательными в начале Но в конце окажутся горькими на вкус Однако этому мы не придаем значения Мы хотим получить результат сразу На санскрите те блага, которые можно получить быстро Называются Шреяс А высшее благо Именуется Преяс Те, кто стремятся к высшему благу Возвращаются домой к Богу Для них высшее благо Это поклонение Верховному Господу Те же, кого приличают временные плоды Они почитают Богиню Дургу Но мы забываем Что все те материальные блага Что мы получаем Исчезнут с кончиной нашего материального тела Об этом также сказано в Бхагавадгите В конце В образе смерти Я лишу тебя всех твоих материальных достояний Сарвахарам, мриттю Это нехорошо Мы вечны И потому должны стремиться к вечному счастью Вечному благу Такова должна быть наша цирпь Поэтому мы не должны быть кармаджа Карми Мы также не должны быть гьяни Мы должны стать йогами Какими йогами? Бхакти-йогами Есть разные пути йоги Из них наивысшим считается путь Бхакти-йоги Так как Кришна говорит Не будучи Бхакти-йогом Вы не сможете ни стать счастливым Ни понять Кришну Ни свои отношения с Ним Если вы хотите быть счастливыми То это возможно с помощью Бхагават-бхакти-йогата Ниттана-бхагавата-севая 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 Мы проводим эти лекции Во благо человечества И это предписанный метод Ниттана-бхагавата-севая Если вы регулярно слушаете о Кришне Зачем регулярно? Постоянно? Если мы практикуем это Слушаем о Кришне Говорим о Кришне Повторяем его имя Едим его просад Работаем для Кришны Спим для Кришны Ходим для Кришны В этом смысл движения сознания Кришны Любая наша деятельность Связанная с Кришной Является праведной Так наставляет Шрила Рупагасвами Соедините все С сознанием Кришны Тогда наша жизнь будет успешной Кришна находится в вашем сердце Когда Кришна увидит Что вы серьезно относитесь к Нему Он поможет вам Кришна обадрани виду ноти Кришна обадрани виду ноти В нашем сердце много грязи Но Как только мы начинаем слушать о Кришне К примеру Мы слушаем о Кришне Кришна говорит о себе Кришна описывает положение материального мира Он расскажет о духовном мире В Бхагавдите есть все Успех в вашей жизни Начинается со слушания Регулярного слушания Другое название вед Это шрути То, что слушают Необходимо слушать Веды от нужной личности Так советует Шачитане Махапрабу Согласно Шачитане Махапрабу Чтобы достичь успеха В самопознании Или постижении Бога Совсем не обязательно Менять свое положение Оставайтесь тем, кто вы есть Грихастхой, браманом Саньяси, бизнесменом Профессионалом своего дела Это не имеет значения Станэстита Оставайтесь браманом Кшатрием Ващи Шудрой Это не важно Но Просто постарайтесь слушать о Кришне Шрути Гатам Шрути Гатам Значит воспринимать на слух Тануван Манобхи И постарайтесь занять тело И слова И ум Тануваг Служение Кришне Одно из имен Кришны Аджитта Непобедимой Но тот Кто слушает о Кришне Отпознавший себя души Отбросив дурную привычку Предаваться абстрактным рассуждениям Смиренный и кроткий Находясь в любом положении Станэстита Однажды он сможет победить непобедимого Движение сознания Кришны Каждому дает возможность Слушать о Кришне Этот путь начинается с Шраваном Если мы внимательно слушали о Кришне Мы сможем говорить о Нем И мы должны говорить Невозможно не говорить Таков плод Шраваном Шраваном Киртаном Тот, кто хорошо слушал Должен говорить Или проповедовать Проповедовать и слушать о Ком Авише и Кришне Члены движения сознания Кришны По всему миру Проповедуют эти девять методов Здесь в Бомбее В важнейшем городе Индии Мы тоже открыли центр Мы просим всех вас Приходить каждый день Стараться понять философию сознания Кришны Основанную на Бхагавадгите Шимадбхагаватам Веданта Сутре Рамами Махабхарати На всех этих авторитетных писаниях Мы ничего не выдумываем Не даем неверных толкований Мы представляем Бхагавадгиту Как она есть Не отклоняясь от истины Если мы воспользуемся Преимуществами этого пути познания То постепенно Мы очистимся От всех грехов И их последствий Абхадрани Абхадрани Значит грязь скопившаяся в нашем сердце Благодаря этому Кришна Киртану Как рекомендует Шри Читани Махапрабху Четударпанамарджанам Наше подобное зеркало сердца очистится Четударпанамарджанам Как только наше сердце очистится Мы сразу сможем понять Кришну Себя Свои отношения с Кришной И как нам действовать в этих отношениях Это совершенство жизни Что случилось? Спасибо вам большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok